Продолжение следует... Ничто не мешает повороту ремешков. Крепится наш iPod довольно просто. Достаточно отогнуть прищепку и вставить в наше крепление до щелчка. Вот, собственно, всё. Теперь iPod готов к использованию в виде часов. Давайте немного о программной составляющей поговорю. Чтобы при выходе у нас появлялись именно часы, а не предыдущее приложение, нам нужно поставить единичку в пункте «Часы при выходе». Это у нас основные даты и время. По стандарту дисплей развернут в такое положение. Чтобы развернуть его в удобный нам, достаточно использовать мультитач технологию и повернуть это всё дело. Давайте наденем на руку наши часики и продолжим. Вот так это всё дело выглядит на руке. Сидит довольно плотно и удобно. Можем затянуть, можем расслабить, как вам удобно. В общем, обычные часы, только высокотехнологичные. Давайте подключим наш 30-пиновый шнурок. Да, смотрите, какой он классный. Разноцветный. Берём и обычным способом подключаем. Вот так это всё выглядит. Довольно удобно, если вам ненадолго нужно подключиться к компьютеру. Ну, так в основном и бывает. Давайте теперь подключим наушники. Наушники подключаются также довольно просто. И всё. Чтобы носить под одеждой, лучше всё это под верхнюю одежду спрятать наши наушники и вывести в районе шеи. Так будет гораздо удобнее. И, в общем, проводок не мешает, проблем с этим не возникало. В общем, всем советую брать iPod Nano. Именно с таким креплением существует множество различных версий. Каждый найдёт то, что ему нравится. Собственно, всё. С вами был Спарка и блог appleinsider.ru. Всем пока. Пока!